В прошлом году гостевые дома в селах Приднестровья посетили 10 тысяч человек, треть из них иностранцы. Перспективы развития сельского туризма сегодня обсуждали в торгово-промышленной палате. Участники семинара говорили, отрасль перспективная, спрос тоже есть. Государство готово помогать. Тему продолжит Юрий Чернявский. Этой ночью Наталья Толоченко даже толком не ложила спать. С вечера она собирала ведерко Мирабель, затем накрутила засолочный букетов из листьев хрена с укропом. А потом до рассвета выпекала сдобные пирожки. А поутру все это принесла на заседание торгово-промышленной палаты. Сегодня здесь обсуждали перспективы развития сельского туризма. Пирожки – это визитная карточка с картошкой. Визитная карточка касса Караман. И созревает слива, очередной урожай, который надо убирать и угощать друг друга. Наталья в национальной рубашке. Она администратор гостевого дома «Касса Караман» в Терновке. Это такой дом-музей, где можно узнать и увидеть, как жили молдавские крестьяне в конце 19 века. Это один из первых частных туристических проектов Приднестровья. В прошлом году дом-музей признали лучшим объектом сельского туризма. Сельский туризм – это очень перспективная отрасль, я так считаю. И я хочу и мечтаю, чтобы не только о Приднестровье, но и о Терновке говорили так, как говорят о Париже. Айджигит Чердаев долгие годы водил экскурсии по Рыбницкому району. В таких походах он и обратил внимание, что многие устали от городского шума и суеты. И хотят душевно и недорого провести время на природе. Прошлой осенью Айджигит выиграл государственный грант, на который теперь реставрируют дом в селе Белочи. Делают из него гостевой дом для семейного отдыха. Я с удовольствием буду приветствовать, если кто-то еще там будет рядом развивать. Чем больше этих домиков, тем более развитая структура будет. Ну, надеюсь, что это еще и даст возможность селу как бы улучшить структуру своего. В агентстве по туризму приводят статистику. В прошлом году гостевые дома в селах Приднестровья посетили 10 тысяч человек. Треть из них иностранцы. Отрасль востребована и приносит прибыль. Но самое главное, что есть куда развиваться. Порядка 50% тех объектов, которые внесены в реестр, это и памятники истории, архитектуры, они находятся именно в сельской местности. Если подключить сюда археологические объекты, которые также внесены в реестр, и которых более двух тысяч, они тоже находятся в большинстве своем сельской местности. И в перспективе, после того, как будут проведены научные работы, они тоже потенциально могут стать объектами сельского туризма. Среди гостей семинара торгово-промышленной палаты был президент Ассоциации развития туризма Молдовы. Виорел Мирон уверен, в нашем регионе есть чем привлечь туристов. Национальная кухня, живописные пейзажи, интересные люди и традиции. Люди все больше и больше хотят найти нечто уникальное, нечто очень близкое к тому, что человек хочет передать от человека к человеку, от семьи к другой семье. И нам важно понимать, каким образом вот этот элемент уникальности, элемент, который заманивает, манит людей в разные уголки, скажем так, и населенные пункты. Сейчас в Приднестровье 15 представителей внутреннего турбизнеса, которые работают в сельской местности. Это дома-музей и ремесленные мастерские. К концу года появятся еще семь новых объектов. Все их реализуют также за счет государственного гранта. Юрий Чанявский, Дмитрий Хаджиогла, ТСВ.